Приветствую всех зрителей у себя на канале. Сегодня мы рассмотрим такой вопрос как, является ли воздержание деградацией? То есть люди которые говорят о половом воздержании, и создают движение, является ли неким отклонением людей и деградацией? На самом деле это никакая не деградация и пропагандирующие движения. Это действительно испытание человека, и в целом эксперимент в отказе от сексуального удовлетворения. Для того чтобы изменить свою жизнь, потому что люди с многолетними стажами сексуального удовольствия, привели их к огромным проблемам, несущие большие потери, всех хороших качеств человека. В первую очередь пострадала, вся психическая и нервная система человека. Дальше все пошло как по цепочке. Кто-то спросит, может проблема не из-за этого, и проблема может быть совсем в другом. Увы, но проблема именно в этом. Наука будет отрицать данное явление, и если увидит проблему, то направит на психическое состояние, но никак не на половые утехи. Здравомыслящие люди провели анализ и аналитику, своей жизненной ситуации, и тем самым нашли корень всех проблем. И это сексуальная зависимость. Посмотрите на всех людей, они все слабые и опустошенные, гонятся только за удовольствием и не более. И поэтому половое воздержание меняет положение человека. Задача воздержания заключается в том, чтобы вернуть человека в прежнее нормальное состояние, с здоровым и с хорошим психическим состоянием, где он будет чувствовать себя уверенно, энергично и по-настоящему. На этом видео закончилось. Большое всем спасибо за просмотр данного видео. Всем пока и до скорых встреч.